Музыка Ребят, привет! Пока некоторые ребята думают покупать ли себе это устройство Некоторые блогеры только делают, поскольку устройство новое Обзор на него У нас есть офигеннейшая возможность посмотреть, что в нем внутри Отремонтировать А потом попытаться сделать тоже свои какие-то тесты Ну что, летс гоу! Поехали! Речь сегодня зайдет об устройстве, которое очень будет полезно при блэкаутах Это аккумуляторный прожектор фирмы Vittles Модель LD1835 Данное устройство имеет литий-ионный аккумуляторный элемент Имеет два режима работы Замечу, что ток потребления при первом 1,7 ампера При втором 0,8 ампера Мы потом сможем вычислить, насколько же его хватит Учитывая то, что емкость аккумулятора 2 ампера часа Изготавливает сие чудо в КНР А поставщик Мототек и импорт Мистер Днепро Нетрудно посчитать, что при указанных Ною режимах Его хватит Или на чуть более часа Или на чуть более чем 2 часа Притом, первый режим Это более мощный режим Второй режим Более слабый Я не знаю, почему данное устройство Содержит некий переходник Но, тем не менее Разъемы у них разные И без этого переходника Данный аккумулятор просто-напросто не подойдет Это, конечно, мне непонятно И, как я понимаю Данный переходник Покупался отдельно Он совсем какой-то плохой фирмы Потому что Видите, какая надпись Затертая Некачественная В чем проблема данного устройства Почему оно попало ко мне Проблема в том, что Пока это все было приобретено Без Вот этого переходника Методом Тыка и проводка С обратной полярностью Было соединение С фонарем Ну, естественно Попытка включить И эта попытка закончилась Тем, что Когда Уже был на руках переходник Устройство включили Оно не подает никаких признаков жизни Ну что ж Давайте его будем разбирать Откручиваем все крепление Предварительно Ну и, в принципе Прожектор этот Должен разбираться Как любой другой прожектор Снимаем Герметизирующую Резинку Лучше пользоваться Лопаткой Единственное, что Мы сможем Немножко увидеть Через то отверстие Что там нас Ждет внутри Если включить Например Подсветку То мы Увидим, что там есть Плата Есть Столбики Некие Которые, скорее всего Прикручивают Эту заднюю крышу Поэтому Так просто Это все Не разобрать А как же Его разобрать Ну, конечно же Как любой Другой прожектор Только через Переднее стекло Ну и тут Я посмотрел Видео Как разбирать Прожекторы И Нашел Типа Самый оптимальный Вариант Но Как я вам говорил Ребята Когда снимаю Свои видео Что Универсальной таблетки Не существует То есть Одному Помогло То Другому Помогло Другое Вы Кстати Не смотрите Что он Такой уже Подкосанный Поскольку Я его Уже Все таки Разобрал Так вот По поводу Того Что помогает Одно И Другому Помогает Другое Почему так Ну вот Например Я Распространяю Прошивки На телевизоры Бравис Есть Например Вроде бы Одна и та же Модель Но В конце Названия Есть дописка Слово Блэк И Нет Этой Дописки Так вот Это В корне Очень разные Модели Они Имеют Совсем Разные Платы Соответственно На них Идут Совсем Разные Прошивки Поэтому Вот Человек Прочитал Вроде Название Точно Так же Как и Здесь Здесь Полное Название Звучит LD 1835 Smartline Plus То есть Скорее Всего Возможного Где-то Есть Без Smartline Plus И Опять Таки Уже Этот метод Который Я сейчас Предложу Он будет Неэффективный Так вот Суть того метода Самого Типа Оптимального Заключалось В том Что Откручиваем С проушим Все Берем Сверло На 4 И Просверливаем Отверстие Вглубь Я Это Дело Сделал Потом Предлагается Взять От Герметика Наконечник Вкрутить Его Да Действительно Он Вкручивается И Потом Образуется Такая Вот Резьба И Дунуть С помощью Компрессора Шмыгнул Я туда Вовнутрь 8 Килограмм Предварительно Хорошо Прогрев По периметру Стекло И По идее Это все Должно Было Вылететь Но Не тут То Было Почему Сейчас Я вам Объясню Но Сначала Все Таки Я вам Расскажу Какая Методика Разбора Данного Была Устройства Мною Значит Грел Я Очень Очень Сильно И Поддевал Лопаткой Я Заметил Что Стекло Немного Стало Двигаться Из Стороны В сторону Когда Я Поддевал С Этих Сторон И Потом Когда Очень Очень Сильно Я Вжарил Это Стекло Это Все Поддалось Так Вот Смотрите Здесь Нанесен Герметик Только В двух Местах Я Его Уже Поснимал И Пока Вы Очень Сильно Не Нагрейте И Стекло И Алюминиевый Корпус То Этот Герметик Не Отделится Если Вы Нагреете До Определенной Температуры То В принципе Это Все Само Отпадет А Почему Не Помог Метод Принципе Метод Должен Был Быть Действенный Сейчас Мы Разберем И Увидим Так Вот Метод Не Помог Потому Здесь У нас Стояли Саморезы Потому Что Есть Отверстие Куда Идут Провода Так Так Вот Соответственно Весь Воздух Выдувался Через Кучу Отверстий В этой Крышке И Ничего Бы У нас Не Получилось То Есть Идея В принципе Рабочая Для Некоторых Вариантов Прожекторов Но Для Этого Прожектора Это Нерабочая Идея Между Алюминиевым Корытом И Пластиной Где Находятся Светодиоды Нанесена Паста И Вы Знаете Паста Довольно Таки Неплохая Потому Что Отклеить Это Дело Без Чего Либо Что Поддевает Невозможно Хотя Пасты Здесь Нанесено Совсем Чуть Чуть Итак Что Что У нас Было Внутри Внутри Было Три Разъединителя Это Питание Светодиодов Это Выключатель Ну И Собственно От Разъема Где же Наша Плата Куда же Я ее Дел Плата Вот Подключение B Плюс B Минус Это Разъем Питания Рядом Стоит Разъем Для Переключения Режимов И Этот Разъем Для Подачи Напряжения На Светодиоды Схемка Такая Вот Незамысловатая Можно В принципе Немножко Прочитать Даже Некоторые Маркировки Но В принципе Маркировок Не видно Поскольку Все покрыто Как-то Не очень Удачно Не очень Равномерно Лака Я думаю Если Феном Вжарить Это Все То Лак Отвалится И Можно Будет Прочитать Все Маркировки То В принципе Устройство Ну Если Оно Совсем Конечно Не Выгорит Не Взорвется Какой-то Шим То В принципе Устройство Ремонтопригодное Ну И Сразу На Что Мы Обращаем Внимание Если Посмотреть Из То Можно Увидеть Очень Такий Дивный Элемент С Названием W Что Это Такое W Ребята Я Встречал На Других Платах И Ну Здесь Не Подписано А Вообще Обычно Подписывается Что Это Фюз То То Предохранитель И Вот Этот Предохранитель Конечно Нас Интересует В первую Очередь Возможно Это Шара Нам Повезло И Все Рабочее Каким Образом Это Все Можно Проверить И Теперь Делаем Следующее Берем Аккумуляторную Батарею Смотрим Чтобы У нас Ничего Нигде Не Закорачивало Собираем С Этим Переходником И Аккуратно Это Все Подключаем При Этом Смотрим Чтобы Переключатель У нас Был В среднем Положении То Есть Выключено Есть Защелкнулось Все У нас Уже Питание Теперь Нужно Быть Очень Аккуратным Чтобы Не Сделать Хуже Чем Есть Как Вы Знаете У Электронщика Точно 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 Так И Медика Есть Самая Главная Заповедь Не Сделай Хуже Чем Было Ну Что Ж Давайте Уберем Этот Цвет Он Немного Будет Лишний И так Пытаемся Включить Первый Режим Ничего Второй Режим Тоже Ничего Понятно И так Как я Сказал Это Предохранитель А давайте Возьмем Прибор В режиме Измерения Тока Максимального В данном Случае Это 20 Ампер И Подключим Параллельно Этому Предохранителю И посмотрим Что у нас Из этого Получится Делаем Все Максимально Аккуратно В данном Случае Ничего Не Происходит Поскольку У нас Средний Режим Включаем Режим Номер 2 И Смотрим Что При этом Произойдет Оба На Все Засветилось И Показывает Ток 0.88 0.89 Ампера Чудненько Ставим Первый Режим Кстати Пока Это Все Светило У меня Рука Уже Загорела Реально Тепло Очень Очень Чувствуется Аккуратно Оба На 1.78 Ампера И Все Опять Запускается Аккуратно Все Это Разбираем Ищем Например В телевизоре СМД Предохранитель Запаиваем И Собираем Данное Устройство Сразу Убили Двух Зайцев Нашли Неисправную Запчасть В данном Случае Конечно Нам Очень Сильно Повезло И Второй Момент Проверили Режимы Пока Не успел Это Все Посадить На Герметик Вернее Только Посадил Но Сразу Вспомнил Герметик Автомобильный Хороший Виктор Рейс Там Меня Ребята Спрашивали Очень Рекомендую Автомобили Везде Покупал Специально Для Иномарки Использую Вещь Сальник 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 Стоит Намертво Никаких Потеканий Нет Так Вот Мы Проверили Что У нас Ток Там 1.8 Грубо говоря И 0.9 Ампера Но Мы Не проверили Напряжение На матрице Поэтому Нужно Обязательно Проверить Чтобы Правильно Сделать Расчеты По Длительности Работы Это Раз Поскольку Аккумулятор 18 Вольтовый Поэтому Нужно Сделать Правильный Пересчет И Второй Момент Ребята Когда Вы Включаете Вот Я Изначально Подумал Я Щелкнул Оно Не засветилось И я Сразу Интуитивно Себе В глаза Направил И оно Бац В глаза Как Бахнет Очень Сильная Штука Не Направляйте В глаза Отводите Либо Глаза Либо Устройство В сторону Поскольку Хватило Такой Вот Фото Вспышки Чтобы Несколько Чёрный квадрат Малевича Как видите Есть задержка Это Чувствуется Светит Бомбически Переключаем Прибор На Вольтметр Не забываем Переставлять Когда Измеряем Ток Потому что Я знаю Некоторых Ребят Очень Мудрых Ребят Но Тем не менее В спешке Они забыли Переставить Стоковой Перемычки И Бац Напряжение 220 Бах Там Все Приборе Бахнуло Щупы Поотгорали Микросхема Сдохла И Большой Привет Так Значит Подключаемся Отводим Глаза В сторону Полярность Необходимо Соблюдать Даже Если Вы Не увидите То Я Постараюсь Озвучить Эту Цифру Второй Режим 10 И 9 Десятых Первый Режим 11 И 6 Десятых Ага Значит Здесь Получается Стоит Понижающий Преобразователь И Поэтому Мои Предварительные Расчеты Были Неверные Нужно Будет Пересчитать Но Об этом Попозже А сейчас Нужно Сделать Еще Одну Полезную Вещь Взять Герметиком И Замазать То Отверстие Которое Дел И Еще Нужно Замазать Вот это Отверстие Зачем Чтобы В следующий Раз Все Таки У нас Получилась Вот эта Вот Методика Что мы Сверлышком Этот Герметик Или Чем-то Острым Пробьем Дунем 8 Кг Прогреем Стекло И У нас Все Выйдет Наружу Очень Просто Действительно Не нужно Будет Не греть Не шарить Лопаткой А просто Сделать Так Как Предлагал Один Из Блогеров И По поводу Сверления Сверлить Нужно Только Там Где Под Самым Краем Ни В коем Случа Здесь Не Сверлите Поскольку Повредите Эту Подложку Во-первых И Во-вторых Скорее Всего Вы Не Попадете Сюда Оно Просверлится Где-то Вовнутрь По поводу Длительности Работы Первый Режим Самый Мощный Получается Железно Полтора Часа И Второй Режим Три Часа Железно Вещь Конечно Бомбическая Бьет На Раз Два Первый Режим Это Вовсе Супер День Такое Мини Солнце Ребят Значит Узнал я Что Там Должна Была Быть Наклейка Длинно 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 Места Но Наклейка Она Настолько Криво Приклеивается И Некачественно Приклеивается Что Она Отпадает Практически Сразу Так Вот И по Обзорам Со Отпотребляла Ток 1.8 Ампера Если Все Это Перемножить То Это Получится Около 20 Ват Это Потребление Светодиодов Если Предположить Что Там Шим Преобразователи Имеет Самый Худший КПД Это 20 Процентов Потер То Получается Что У нас Максимальная Мощность Потребления 24 Ват Но Никак Ни 35 Ват Ни В том Ни В другом Случай В общем Делайте Выводы Вновь Наем На ведро